Дорогие друзья, всем привет! Недавно я получил посылку от Бона Форте. Мне прислали удобрения, а также средства защиты сада от вредителей для обзора и тестирования. И первоначально я хотел снять ролик о применении какого-либо из этих удобрений, либо препаратов непосредственно для определенного вида растений, но не удержался и снял обзор, потому что, честно говоря, был очень приятно удивлен составом данных удобрений, я таких еще не встречал. Также интересно мне показалось, как выполнено средство защиты растений от вредителей, инсектицид, но о нем я расскажу чуть попозже, а начну я, конечно, с удобрений. Прежде чем начну я свой рассказ, я, как обычно, предложу вам подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Если у вас возникнут вопросы после просмотра данного видеоролика, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом применения различных удобрений, либо препаратов для защиты сада и огорода. Итак, первое, с чего я начну, это, конечно, покажу вам вот такое удобрение, которое специально разработано для роз и пионов. Оно пролонгированное, то есть имеет очень долгий срок действия для растений и обладает рядом преимуществом. Но основное, что меня удивило, это, конечно, состав. Это удобрение увеличивает количество соцветий на 45% и стимулирует длительное и пышное цветение. В принципе, если вы один раз в сезон примените это удобрение, то вашим растениям больше ничего не потребуется. Ну и смотрите по составу. Это удобрение минеральное. Азота оно содержит 5%, фосфора 13%, калия. Сейчас посмотрим. Калия 13% также. Кремний, магний, кальций, микроэлементы в хилатной форме. Присутствуют железо, марганец, бор, цинк, медь, молебден. И смотрите, что здесь еще есть в составе. Вот такого я точно нигде не встречал. Биологически активные вещества. Витамины С, В1, ПП, В6, В12 и янтарная кислота. Всем хорошо известно, что витамины, которые полезны для человека, они также полезны и для растений. А также мы часто применяем янтарную кислоту для стимуляции растений, для стимуляции ростовых процессов растений. Это очень полезное вещество, натуральный стимулятор роста и защиты растений от неблагоприятных природных факторов. Так вот, в этом удобрении уже все есть. Удобрение имеет очень богатый состав. За счет того, что в нем сбалансированы все вещества. Здесь, конечно, поменьше азота, но за счет того, что много фосфора и калия, оно благотворно сказывается именно на росте пионов и роз. Смотрите, вот один раз весной подкормили этим удобрением розы и пионы, и больше им ничего не надо. Они все лето будут получать питание от одной порции вот этого удобрения. Это очень удобно. Следующее удобрение. Смотрите, в какой интересной упаковке. Чем удобно? Здесь есть кофричек, чтобы удобно было дозу удобрения применять, добавлять под определенные растения. Это уже удобрение универсальное. Итак, давайте сейчас посмотрим формулу данного удобрения, то есть, что в нем содержится. Это, как я уже сказал, универсальное удобрение, поэтому у него основных элементов питания азот 7,5, фосфор 7,5, калий 7,5 и биодоступный кремень. То есть, основные элементы питания в одинаковых пропорциях. Но также, посмотрите, присутствует магний, кальций, что очень важно. Без кальция плохо очень усваивается азот растениями, также и без магния. Микроэлементы в хилатной форме, железо, чтобы не было хлороза, марганец, бор, цинк, медь, молибден. И также биологически активные вещества, такие как витамины С, В1, ПП, В6, В12. И также есть янтарная кислота в составе. В такой емкости удобрение никогда не отсыреет, что очень удобно, если вы его за сезон полностью не использовали. Вы его плотно закрываете, сюда не попадает влага, и оно может храниться таким образом несколько лет. Очень удобная, на мой взгляд, упаковка. Следующее удобрение, которым я хочу показать, это абсолютно натуральное удобрение индюшиный помет. Этот продукт оценят те садоводы и огородники, которые не признают применение минеральных удобрений, а пользуются только органическими удобрениями. Вот это им как раз подойдет и понравится. Смотрите, экоорганическое земледелие. Давайте посмотрим состав. Вот давайте теперь посмотрим состав данного удобрения в массовой доле питательных элементов. Азота 3, фосфора 2, калия 3, кремний присутствует, магний, кальций, гуминовые кислоты, фульвокислоты и органические вещества также присутствуют. Вот посмотрите, какой богатый состав. Это удобрение можно применять как для цветочных культур, но, конечно, на мой взгляд, его лучше применять для растений, которые мы употребляем в пище. То есть на ягодных культурах, на овощных культурах это удобрение, я думаю, поможет вырастить очень богатые урожаи. К тому же оно полностью натуральное. Также за счет того, что индюшинный помет здесь гранулированный, в нем отсутствуют различные, так скажем, вредные вещества, которые могут находиться в обычном навозе, как яйца гельминтов, допустим, возбудители патогенных болезней, сальмонеллы, грибковые заболевания. После переработки индюшинного помета в гранулы, вот этого всей гадости в них, конечно, уже не содержится. Следующий препарат от Бонафорта, это средство для изменения цвета гортензий. Здесь содержится алюминия сульфат, и вот с помощью данного вот этого вещества можно поменять цвет гортензий, допустим, с розового на голубой, или с белого на розовый. Давно хотел такое средство применить, вот наконец-то я его имею в наличии. Также, смотрите, друзья мои, для гортензии специально разработано вот такое замечательное удобрение, которое обеспечивает пышное яркое цветение. Сейчас мы его посмотрим в состав, но это удобрение именно для голубых гортензий. Ну и обычную гортензию, конечно, можно удобрить, обычную белую. Я думаю, что она также будет способствовать изменению цвета, либо цвет гортензии будет более насыщенный. Давайте посмотрим, что в составе. Итак, в данном удобрении в составе азот 4, фосфор 2,5, калия 7, магний, железо, марганец, бор, цинк, медь, молебден, кобальт, биологически активные вещества, витамины С, В1, ПП и янтарная кислота. То есть также в этом удобрении содержатся еще и натуральные регуляторы, активаторы роста, как янтарная кислота и витамины. Очень интересный состав данного удобрения. Обязательно сниму видео о применении данного удобрения на гортензиях, которые я в этом году планирую посадить несколько интересных сортов и видов. Покажу вам, как его правильно применять и какие результаты оно дает. И переходим к инсектициду. Инсектицид вот в такой вот упаковочке. Здесь 750 мл. Он сделан так, что здесь уже сразу есть опрыскиватель. То есть не надо ничего разводить. Уже все готово. То есть покупай и пользуйся. Конечно, он больше подойдет тем любителям цветов или других растений, у которых маленькие объемы. Допустим, кто выращивает цветы на балконе, защитит хорошо. То есть очень удобно. Не надо вот эти большие баллоны разводить и покупать что-то дополнительное. Вот купил один раз такую штучку и на все лето, я думаю, хватит. И в чем еще плюс данного препарата? То, что он универсальный. От ли, паутиного клеща. То есть это инсектоакарицид. То есть в том числе от клещи он тоже спасает растения. Подходит как для рост, так и для пионов и цветущих кустарников. Защищает до 45 дней. Давайте посмотрим инструкцию. Защита от вредителей до 45 дней. Универсальное средство от 50 видов насекомых. Не смывается дождем. Как применять все подробно расписано. Ну, я вам покажу, что здесь все очень легко. Ставим в положение он и опрыскиваем. Ну и, конечно, при использовании данного инсектицида нужно пользоваться средствами защиты. То есть резиновыми перчатками, респираторами. Ну или хотя бы защищать органы дыхания медицинскими масками. Вот такой вот удобный и интересный препарат от вредителей выпускает Бонафорте. Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Также в комментариях делитесь вашим опытом. Если данное видео вам понравилось, можете поставить вот такой значок лайк. До новых встреч. Всем хорошего. Пока-пока.